Уважаемые студенты, сегодняшнее наше занятое заболевание конъективы. Конъектива – это слизистая оболочка глаз, которая выселяет веки с задней стороны и переходит на глазное яблоко вплоть до роговицы. Состоит из трех частей – конъектива век, конъектива глазного яблока и конъектива переходных складок. Они вместе с собой собираются, образуется конъективальный полост. Конъективальный полост вместима с конъективального полосту одну-две капли. Поэтому все капли, которые назначаем при заболевании глаз, назначаем по две капли. Больше они вместиваются в конъективальный полост. Конъектива выполняет следующую функцию – защитная функция. При попадании инородного тела появляется раздражение конъектива, усиливается секреция среза, Учащаются мигательные движения вверх, в результате чего инородное тело механически удаляется. Секреторная функция. Она секретирует муцин, который нужен для прозрачной серого оболочки. Дальше. Барьерная функция. Эта функция, там имеется лимфоидный ткан, который защищает проникновение инфекции дальше от глаза. Всасывательная функция. Все лекарственные препараты, которые мы назначаем при заболевании глаз, всасываются через конъюнктив. Оптическая. Она усиливает переломляющую способность роговицы. Трофическая. За счет жидкость, которую вырабатывает конъюнктив, питается роговой оболочкой из-за того, что она не имеет кровеносные сосуды. В норме конъюнктива гладкая, блестящая, прозрачная. При патологии наблюдается покраснение, пленки появляются, выделение и появляются фолликули. Воспаление конъюнктива называется конъюнктивит. Это воспалительная реакция конъюнктива на различные воздействия, характеризующие гиперемию отеком следствия оболочки, появление сирозного или гнойного отделяемого образования сосочков и фолликулов. Заболевания конъюнктивы подразделяются на три группы. Первый – инфекционные. Заболевания сюда относятся бактериальные, вирусные, холомидные и грибковые. Второй – аллергические поражения конъюнктивы. Сюда относятся полинозы, лекарственные аллергические конъюнктивиты и весенний катар. Кроме того, имеются дистрофические изменения конъюнктива. В этих заболеваниях относятся пингвинкула, птеригум и синдром сухого глаза, или по-другому его называется болезнь шигрена. Конъюнктивиты делятся на экзогенные и эндогенные конъюнктивиты. Экзогенные конъюнктивиты – когда бактерия поступает извне в конъюнктивальный полон. Эндогенные конъюнктивиты – на основании заболеваний организма появляется конъюнктивит. Наиболее часто конъюнктивиты вызяют стафилококки, стрептококки, пневмококки, гонококки, холомиды, а также бактерия Коха-Уикса, бактерия Аксенфельда-Моракса, кишечные полочки, синегной полочки и другие. Наиболее часто встречаемый конъюнктивит является эпидемический конъюнктивит. Эпидемический конъюнктивит этиологическим фактором является бактерия Коха-Уикса. Инкубационный период 2-3 дня. Продолжительность длится до 10 дней. Основной источник инфекции является волной человек и бактерионоситель. Пути передачи – воздушно-капельный, контактный при помощи мухи. Клиника начинается остро, появляется покраснение, отек, подконъюнктивальные кровоизлияния в виде брызга черниля. Появляются два инфильтрата в виде треугольника, основание которой смотрится к лимбу. Появляется хеммоз. Острый эпидемический конъюнктивит имеет сезонный характер. Она начинается рано весной и поздно осенью. В этих условиях возникают все условия для развития данной инфекции. Она часто наблюдается в тех странах, где имеется жаркий климат. В нашем регионе в Средней Азии и в условиях Кавказа. Из-за того, что она имеет эпидемический характер, надо ее провести профилактику. В первую очередь надо провести изоляцию болнова. Дальше надо провести кварцевание, химическая обработка помещения раствором хлорамина. И дальше надо закапывать всем людям, которые были в контакте с этим больным, раствор сульфатиля натрия. По 2-3 капли три раза в день в течение 10 дней, чтобы не было инфекций у этих больных. Одним из основных этиологических факторов, вызывающих конъюнктивит, является гоноблинария. Гоноблинария – это конъюнктивит, который вызывается в гонокоп месера. Основной источник инфекции – болновая мат. Она во время прохождения рода, путепередача, контакты. Инкубационный период от 2-3 часа до нескольких дней. Клиника начинается остро, появляется отек век, веки становятся отечными, химоз конъюнктива, происходит гиперемия конъюнктива, появляется выделение из конъюнктива. Сперва появляется выделение в виде мясных помоев, в дальнейшем появляется гнойное выделение. Гнойного выделения настолько много, это состояние называется пиария. Иногда дается осложнение, появляется кератит. Кератит возникает из-за того, что появляется отек век. Отек век сдавит на поверхность роговой оболочки, приводит к эпителопатии. Эпителопатия в дальнейшем приводит к возникновению кератит. В дальнейшем кератит может осложняться перфорация роговой оболочки. Когда происходит перфорация роговой оболочки, процесс протекает внутри глаз, появляется эндофтальмит. После того, как происходит эндоофтальмия, часто погибает глаз, появляется субатрофия глазного яблока. Из-за того, что при гоноболинарии наблюдаются серьезные осложнения, надо провести профлактику этого заболевания. Профлактика проводится двумя путями. В первую очередь проводится со стороны аксирогинекологов, все роженивки, которые поступают в роддом, сперва надо провести бактериологические исследования. После того, как роженик поступает в роддом, после того, как рождается ребенок, надо провести профлактику гоноболинарии у новорожденных. Для этого имеется несколько методов профлактики гоноболинарии у новорожденных. Самый первый метод – метод Матвеев «Креди». Когда сразу после рождения ребенка надо закапывать в конъюнктивальный полос раствор нитрата серебра, 2% раствора нитрата серебра, 3-4 раза в день в течение недели. Второй способ – это закапанный раствор сульфатиля натрия. Иногда мы применяем закладывание 1% тетрациклиновой массы. Одним из представителей бактериального конъюнктивита является дифтерийный конъюнктивит. Этиологией являются палочки Лёфлера. Клиника состоит из двух клинических форм – крупозная и катаральная. Клиника начинается с заболевания верхней дыхательной плите, появляются все симптоматики заболевания верхней дыхательной плите, появляется кашель, одичка, увеличение лимфатической боли. Узлов, помещение общей температуры, головные боли и появляется истинный круг. На фоне этих симптоматиков появляется симптоматика конъюнктивита. Появляется резкая гиперемия конъюнктива, химоз конъюнктива, появляется пленка, которая трудно отделяется. А если хотите его отделить, появляется кровотечение. Лечение проводится совместно с инфекционистом. Сперва надо ввести сыворотку по безредку, потом все лекарственные препараты, которые нужны для конъюнктивита. Независимо от бактерий, который вызывает конъюнктивит, клиника конъюнктивита у всех почти одинаковая. Появляется красный глаз с липким, желтым или желто-зеленым выделением, веки могут слипаться, может затрагивать оба глаза, обычно распространяется контактным способом. Острые конъюнктивиты часто возникают у детей и подростков, и редко у стариков, а хронические, чаще у пожилых людей, грибковые, мейбомовые и ангулярные конъюнктивиты. Клиника острого конъюнктивита. Заболевание возникает острым, сопровождается выраженным субъективным ощущением, поражается оба глаза, вначале один, а затем процесс распространяется на другой глаз. Утром больной с трудом открывает глаз, так как веки склеиваются обильными слизистыми гнойными отделями. Слизистая оболочка набухает, теряет прозрачность. Выявляется гиперемия конъюнктива, склерий и век. Гиперемия конъюнктива наиболее выражена в сводах, а ближе к липу и роговице она уменьшается. При пальпации век гиперемированная конъюнктива смешается. Такое состояние называется конъюнктивальная инъекция. Основной принцип лечения острых конъюнктивитов. В первую очередь, частые и обильные промывания асептическим раствором. Сюда относятся раствор фуроцелин, калипер, манганат. Дальше, второй принцип, это частые закапывания раствора антибиотика. Сюда относятся раствор левометчин и цепролит. Дальше, после того, как воспалительный процесс встыхается, на второй-третий день можно закладывать массу. Тетрациклиновую массу, эльтрамистиневую массу. Основной принцип лечения бактериальных конъюнктивитов заключается в том, что ни в коем случае нельзя закладывать повязки. Потому что повязки приводят к ухудшению и эвакуации гноя из глаза. Если происходит скапливание гноя внутри глаз, это приводит к такой серьезной осложнению, как называемый кератит. Кератит в дальнейшем может привести к перфорации роговой оболочки. Это очень страшные осложнения. Хронический, неспецифический катаральный конъюнктивит. Заболевание связано с активацией сопрофитов, находясь в конъюнктивальной полости, вследствие местных и системных факторов. Нарушение оттока слезной жидкости, некоррегирование аномалии рефракции. Заболевание век, неправильное лечение острого конъюнктивита, гиповитаминоза, заболевание желудочно-кишечного тракта, воспаление предаточных пазов носа. Клиника хронических конъюнктивитов беспокоит зуд, жжение, ощущение инородного тела. Повещение зрительное утомление, симптомы усиливаются к вечеру. По утрам появляется небольшое количество силистой отделяемой. Характерны умеренные конъюнктивальные инъекции и небольшой оттек конъюнктива, особенно в области переходных складов. Чак часто становится мокрый глаз. Принципы лечения хронических конъюнктивитов. В первую очередь надо устранить общие и местные факторы воспалительного процесса. В конъюнктивальный мешок 3-4 раза в день закапывают растворы антисептиков, сульфаниламидных препаратов и антибиотиков. Препараты следует менять каждые 5-7 дней. Одним из представителей хронических конъюнктивитов является хронический ангулярный конъюнктивит. Этиологическим фактором является палочка моракса аксинфенда. Страдают в основном пожилые люди. Жалобы больные на зуд, жжение, пенисты отделяемые у наружных углов глаза, конъюнктивы гиперемированные у наружных углов глаза, матерация кожи и пенисты отделяемые. Для лечения этих заболеваний применяются цинковые капли. 0,25% раствор цинксульфат 3-4 раза в день и при помощи нестероидной противовоспалительной препараты. Сюда относятся диклофенак и другие. Кроме бактерий, конъюнктивиты могут вызывать вирусы. Сюда относятся аденовирусный конъюнктивит и эпидемический кератоконъюнктивит. Всем характеризуется вирусный конъюнктивит. При нем всегда происходит покраснение глаз. Внешние признаки краснота, зуд, слезотечение может поражать один глаз или оба глаза. Очень контагиозный. Появляется легкоотделяемая пленка. Пленка сразу выделяется, после себя не оставляется след. Одним из представителей вирусных конъюнктивитов является аденовирусный конъюнктивит. Встречается часто и протекает в виде эпидемических вспышек. Возбудитель аденовируса 3, 5, 7 серотипов. Заболевание передается воздушно-капельным путем и обычно возникает в детских коллективах. Инкубационный период 3-10 дней. Начало заболевания острое. Жалобие, головная боль, фаренгит, повышение температуры, увеличение лимфатических узлов. Причем, предшествует глазным проявлениям. Как правило, сопутствует аденопатия. Для лечения аденовирусных конъюнктивитов применяются противовирусные препараты. Сюда относятся оксалиновые массы, темброфиновые массы, флориналовые массы. Иногда для профлактики вторичной инфекции надо применять растворы антибиотика. Сюда относятся левые медицинские, цифрофлоксатин и другие. Одновременно применяется неспецифическая иммунотерапия. Частые закапывания раствора интерферона. Полудана. Интерферон может заменяться риофероном и другие. При поражении роговицы применяется 20% раствор салкосирила или корнеригела. После стихания воспалительного процесса можно назначать нестероидные противовоспалительные препараты. Одним из представителей вирусного конъюнктивита является эпидемический кератоконъюнктивит. Возбудитель аденовируса 8-го серотипа, инкубационный период 6-14 дней. Пути передачи инфекции контактны через руки, пипетки, инструменты, капли, контактные линзы. Поэтому часто внутрибольничные передачи инфекции наблюдается. Начало заболевания остров 80% поражается оба глаз. Клиника. У 20% появляется воспаление верхних дыхательных путей, респираторный тракт. У большинства случаев наблюдается увеличение лимфатических узлов. Появляется повышение температуры, головные боли, слезотечения. Отмечается светобоязнь, выражение отек век, слезогной неотделяемый. Появляется пленка на конъюнктиве. Характерным симптомом заболевания является в том, что на 5-й день заболевания появляется манитевидный кератит. Из-за этого называется эпидемический кератоконъюнктивит, который долго держится в ткан роговой оболочке, приводит к усилению слезотечения, светобоязни. И в дальнейшем этот инфильтрат рассасывается бесследно. В лечении используем антивирусные препараты, аксалиновые массы, брофиновые массы, флориналовые массы, частое закапывание раствора интерферона. При поражении роговицы применяются препараты тауфона, корни регела. И после того, как стихается основной процесс, применяются капли диклофенака. Иногда применяются препараты стабилизатора мембраны тучных клеток 4% раствора лекаролина. Кератоконъюнктивит может вызывать грибки. Грибковые конъюнктивиты протекают на фоне микозов, веб и роговицы. Наиболее частое грибковое поражение конъюнктивы развивается у пациентов, страдающих сахарным диабетом, нарушение иммунитета или длительно применяются антибактериальные и глюкопатикоидные препараты, жалоби чувства инородного тела, жжение, постоянный мокрый глаз, на гиперимированные конъюнктивы сосочковые разрастания, включение в виде крупинок или инфарктов мебомых желез, часто флектоподобные образования. На фоне гранулоподобных конъюнктивитов возникает увлечение лимфатических узлов. Нередко сопутствует каноликулит, хронический докреатистин. При надавливании в области слезных каналов выделяются творческие отделяемые. Принципы лечения грибковые поражения конъюнктивы. Закапывание 4-6 раз в день, 2,5% раствор амфотирицин, 5% раствор натамицин или раствор содержащий 1,5 мл. единицы нистатина. В конъюнктивальный мешок закреплены мазы нистатина. Системная терапия внутридифлюкан по 200 мг 1 раз в сутки в течение 1 месяц. Аллергический конъюнктивит – это воспалительная реакция конъюнктивы на воздействие аллергенов, жалобы гиперемия конъюнктивы, отек с листьев век, зуд, образование фолликулов и сосочков. Аллергическим конъюнктивитом страдает примерно 15% населения. Аллергический конъюнктивит часто встречается с дерматитом век, блефоритом, ринитом, парахиальной астмой. Диагноз помогает анамнез и кожные пробы. Одним из представителей аллергических конъюнктивитов является весенний катар. Это заболевание часто встречается в условиях Средней Азии, часто встречается у мальчиков. Она начинается с 6 года, длится до пубертатного возраста. Потом в дальнейшем она бесследно исчезает. Имеется три формы весеннего катара. Палпибральная, лимбальная и смешенная форма. По степени тяжести она делится на легкие степени тяжести, средние степени тяжести и тяжелые степени тяжести. Имеется характерный симптом, который называется симптом булежно-мостовой. То есть появляется фолликула на верхнем веке в виде булежно-мостовой. Основной принцип лечения весеннего катара это меньше инсоляция, больше аэрация, медикаментозное лечение. Сюда относятся применение стероидов, в виде глазные капли дексаметазон, преднизолон, картизон, гидрокартизон или глазной масс гидрокартизон, а также применяются антигистаминные препараты кузихром, лекролин и другие. Кроме того, применяются санаторно-курортные лечения для того, чтобы уменьшить осложнение от этих заболеваний. Это заболевание протекает упорно, долго, часто дает рецидивы, поэтому часто дает осложнение. К таким осложнениям относится в первую очередь синдром сухого глаза. Иногда осложнение наблюдается от проведениями нашими лечениями. Когда долго и без порядка применяется глюкокартикоид, наблюдается стероидная катаракта, стероидная глаукома, синдром сухого глаза, кератоконус, стероидная катаракта и другие осложнения. К дистрофическим заболеваниям конъектива относятся. В эту группу конъективных поражений включаются три заболевания. Синдром сухого глаза, кератоконъективит, пингвинкула и птеригум. Синдром сухого глаза – это поражение конъектива и роговицы в связи с выражением уменьшения продукции слезной жидкости и нарушением стабильности слезной пленки. Слезная пленка состоит из трех слоев. Поверхностный слой – это липидный, продюцируемый мебовыми железками. Он препятствует испарению слези. Средний слой – водный, составляет 90% в старшине слезной пленки и формируется за счет основных и добавочных слезных желез. Третий – непосредственно покрывающий эпители роговой и роговицы мутиновый слой, продюцируемый, бакалавидными клетками конъюнктивы. Боли с синдромом сухого глаза жалуются на сухость глаза, чувство инородного тела, жжение и зуд. Наблюдается колебание остроты зрения и зрительный роботоспособность в течение дня. Появляются муциновые нити, покраснение и локальный отек конъюнктивы глазного яблока, саннополь. В тяжелых случаях появляется ничтый кератит, теряется блеск конъюнктивы и роговицы, появляются рецидивирующие эрозы в роговице. Для лечения синдрома сухого глаза применяются такие препараты, которые называются искусственные слезы. Сюда относятся автогель, слизолфорте, лакресин и другие препараты. Одним из представителей дистрофических заболеваний конъюнктивы является птеригум. Птеригум или крыловидный плево это нарост на конъюнктивы, который со временем прорастает в роговицу. С течением времени болезнь прогрессирует и отчетливо проявляется слезоочищение, помутнение роговицы, ухудшение зрения, ощущение жжения зуд, ощущение дискомфорта и сухость глаз. Лечение в основном хирургическое птеригум, эктомия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok